И когда ходил, может, на костылях, то есть, ну, какая-то тренировка для ребенка, представьте, сейчас дети тяжелее гаджета, они еще в руках не держат, то есть, ну, еще ложкой свилкой, да, то есть, соответственно, там, немножко другие, скажем так, времена настали, хорошо или плохо, но время покажут. Начал тренироваться, начал выигрывать, начал выезжать на соревнования, то есть, ну, для понимания, думаю, ребята здесь кто-то занимался или занимается, то есть, я в 16 лет выполнил мотив мастера спорта по ажиму штангу милежа, то есть, это до 60 килограмм, на соревнованиях выжил штангу 120, а уже в 17 лет я стал мастером спорта форм-рессинг. В 2001 году начал сам мой путь, я всегда считаю, знаете, когда я первый раз поехал на соревнования, это было 16 лет, я завоевал бронзовую медаль на чеканате мира, очень сильно расстроился, я же за полтора года все... То есть, сначала у тебя было не золото, а... Бронзовый. Бронзовый. Да, да, то есть, я планировал, что я там за 2 тренировок предприятию всех победю, как говорится, да, то есть, я буду чемпионом мира, но... Да сейчас я понимаю, что, может, где-то мне и повезло, да, то есть, на левую стал четвертый, а на правую руку у меня бронзовая медаль. После этого я два года подряд по молодежи выигрывал чемпионаты мира, поступил, благодаря этому, в университет физкультуры без экзаменов, как действующий чемпион мира. После этого в 2006 году выполнен мастер спорта международного класса. В 2013 году было присвоено выучено президентом звание заслуженной мастер спорта, так как это государственная награда и обращает только президент. То есть, на данный момент я являюсь 20-кратным чемпионом мира, 18-кратным чемпионом Европы, каждый раз, когда выиграешь, ты новый цикл и запоминаешь, так. И, так, 18-ти Европы и 10-кратный победитель кубка мира. То есть, всего у меня 75 медалей, я посмотрел. А, Борис, спасибо, сколько ты забывал медалей? Я говорю, я не знаю, загублю. Да, потому что недавно был чемпионат мира. 75 медалей чемпионата Европы мира, кубка мира, из которых 48 золотые. То есть, у меня скоро будет юбилей, 50. У меня 39 будет, а юбилей 50 медалей. Первое золото ты получил, сколько лет? 17 лет первое золото. И потом великолепно. Пошло. 17 лет. Друзья мои, кто созрел с вопросом? Кто готов? Малыш хочет, спрашивай. Только громко. Почему именно РМС? Вот сейчас микрофон получил. Почему именно армрессинг? Почему у вас нет другой медспорт? Почему? Да, ну вот я как сказал, я в 16 лет начал, выступил на соревнованиях по жиму штангережу. То есть, на самом деле, это феноменальный результат. Я это понимаю. В 16 лет выполнил по жиму штангережу. То есть, это на соревнованиях по правилам пожать. Потому что есть нюансы, да. Это все-таки поднятие чашечки. Единоборство, то есть, это когда ты видишь соперника, то есть, вот почему в глаза. То есть, я иногда шучу, там, ну, вы там, как относитесь с вашими, там, соперниками. То есть, мы все дружим. То есть, чем я кажусь, что РМС такой вид спорта, если, ну, просто очень много ребят, я из спортивного, если знаю, например, если брать борьбу, там, бокс, неважно, там, ту же самую греблю. А ребята просто, за редким исключением, просто не общаются с друг другом. У нас просто было такое, что у нас очень красивая безовая тройка получилась. То есть, Россия, Беларусь, Украина, да. То есть, по-моему, я даже тогда выиграл. Я, честно, не помню. И мы сидели после награждения за одним столом, то есть, кушали, общались. То есть, никаких не было, ну, всякое бывает, конечно, на пару лет там эмоций, но всегда это дружелюбная атмосфера. Люди, которые приходят с других видов спорта, очень удивляются, что так можно, так дружить. Приезжает на основание, например, полторы тысячи человек. Ну, всякое бывает. Горячие люди там могут хлопнуть по столу, там, покричать друг на друга, потом просто общаются в друг другу руки. Поэтому то, что это единоборство, и ты, получается, не все зависит только от тебя. То есть, есть факторы, есть судейство. Но чем прекрасно, что ты развиваешься. То есть, сегодня ты победитель, и ты понимаешь, что завтра может все поменяться. То есть, первый раз выиграть чемпионат мира, это не так тяжело, тяжело удержаться. Потому что, когда все приезжают, на тебя смотрят, нужно выигрывать, и выиграешь в прощении, значит, с медалью точно будешь. Ну, либо ты чемпиона мира, да, там, Европы, неважно, если на войне станет. Но мне тоже не хочется проигрывать, поэтому приходится держать марку. Видите, такой вопрос. Здесь у нас есть дети. Для детей, конечно, чемпион – это авторитет. И, знаешь, независимо от нас, они ровняются на таких людей, как ты. Какой бы ты совет дал бы тому, кто бы хотел повторить этот путь? То есть, меня интересует техническая часть. А вот, допустим, я хочу стать чемпионом. Вот сколько раз и сколько часов я должен провести время в спортзале? Ты знаешь, я тебе... Какая вопрос? Что такой же ответ, когда спрашивают, ну, вы сейчас поймете, сколько я наберу СЕП 1 кг протеина? Ответа нет. Ответа нет. Поэтому, предположим, кому-то осуждено пройти этот короткий путь, как мне. По твоему опыту, вот сколько времени ты тратишь? И, смотри, получается, как? Для меня хватило того, что я когда тренировался, я в 16 лет начал завоевать медаль на чемпионате мира. Кто-то выступает, неважно, там, биатлон, там, великое атлетико, другие виды спорта, выступают всю жизнь, и они могут не завоевать ни одной медали. То есть, где-то около 50-50-50-50 места. Поэтому все очень индивидуально. Но я раньше тренировался 6 раз в неделю, было по 3-4 часа. Сейчас 3-4 раза в неделю был где-то 2 с половиной. Это серьезно. Да, да, это серьезно. Поэтому в любом случае с возрастом ты уже учишься по-другому себя, да? То есть, чувствовать. Такие нагрузки я уже не выдерживаю, да? Большие, но, в принципе, как показал опыт, мне это не нужно. То есть, правильно расстрелять, когда ты молод, ты можешь не спать там всю ночь, как в наше время было ходить в Матрицу и потом выигрывать соревнования. Сейчас где-то есть возможность тебе ухода поделить, и ты думаешь, блин, может, лучше на выходных отостаться, чем потом непонятно целую неделю страдать еще плюс эти соревнования. То есть, нагрузки и тренировки. Поэтому все очень индивидуально. Но в первую очередь, я могу сказать так, если будет по совету, я для себя давно придумал такой слоган, который я вам следую очень много лет. Это неверие в собственные силы, причина наших слабостей. То есть, если ты в себя сам не веришь, то как ты можешь добиться этого? Победы крутятся в головах. Это психология. То есть, если ты здесь не видишь себя чемпионом, неважно, я не говорю про спорт, про жизнь, у тебя никогда ничего не получится. Если ты идешь, знаешь, что ты должен победить, то есть, меня спрашивали про медаль немножко отвлекусь, какая самая тяжелая медаль? Не по весу, а именно по завоеванию. Самое, что смешно, я выступаю 24 года, и в прошлом году на чемпионате мира, то есть, я боролся со своим давним соперником из Хорватии. То есть, ну, всегда мне с ним тяжело. То есть, на правую я без проблем, а на левую мы с ним очень долго цеплялись. Получилось так, что первая схватка у нас, наша весовая категория, это мы с ним, мы начинаем бороться, там, 10 секунд у меня, потом у него, то есть, два палата поражения, и после этого я его выиграю. То есть, у нас за одну схватку три полноценных. Идем дальше. Я выхожу без поражения, может, полминуты очень затяжная схватка. Я допускаю, ну, я понимаю, где ошибся, небольшую ошибку, и проигрываю. То есть, уже, в принципе, по психологии, по энергозатратам, 30 на 70 в его пользу. Я вот тоже сказал, что я не знаю как, но я знал, что я выиграю. То есть, мне оставалось, я вышел, и, ну, скажем так, мы боролись около минуты, это прямо одна, наверное, самая долгая схватка на всю мою спортивную карьеру. И просто-напросто, я, ну, опыт, в первую очередь, я вынудил его совершить ошибку, то есть, играть по моим правилам. То есть, я, знаете, как говорится, когда ударил свою жертву, то есть, жертва выдохнула, да, затянул, то есть, до тех пор, пока не будет съеден, да, благополучно. Поэтому здесь тоже самое, ой, я вынудил его сделать, ну, и ему не оставалось просто шансов, то есть, он, ну, сделал так, как нужно было мне. Это победа, идеально, самое тяжелое, и теперь я понимаю, что для того, вот, как тренироваться, то есть, мне очень много лет хватало того, что я делал. То есть, я был здесь, кто-то будет чуть-чуть ниже, ну, либо, когда про иглы, понятно дело, выше-ниже, там, невозможно все время быть в одинаковых корне. И сейчас я понимаю, что мне нужно процентов 15-20 вырасти для того, чтобы оставаться чемпионом. Представляете, когда соперник понимает, что тебя можно выигрывать, он тебе выигрывает, на следующий год, я думаю, у нас будет с ним сумасшедшая битва, но я хочу вырасти так, чтобы выиграть уверенность и запасно. Поэтому, не знаю как, но я это буду делать. Будем болеть за тебя. Еще вопросы, друзья? Кто готов? Пожалуйста. А есть еще какой-нибудь вид спорта, за которым вы следите? Там, скажем, битву, фигурное катание, что-нибудь еще? Нет, ну, конечно же, я смотрю очень много, не только потому, что я знаю, как большинство спортсменов, то есть, мне очень интересно, понятное дело, не всегда получается. Ну, конечно, же это, ну, футбол, то само собой, то есть, я думаю, кто мало артирует смотрит, но также мне нравится, и вот, к сожалению, да, в нынешних условиях, предположим, нас допускает нейтральный статус, и есть, например, тоже самый биатлон, тоже очень интересно смотреть. Детей, знаете, не понятно до конца. То есть, например, когда ты будешь со штангой даже посмотреть, это интересно. однообразие, когда бывает на последнем угнивом рюкзе все решается, то, конечно, это. Ну, раз говоря про футбол, меня всегда спрашивают, месси ли Кришчан Роналду. Я говорю, так как я, к сожалению, моему огромному боли и страданиям от Честера Юнайтед последние, да, годы, это, конечно, ли Кришчан Роналду, поэтому, ну, кто-то может не согласиться, но у каждого есть, кому-то, кто-то доказывает, почему, да, то есть, ну, может, кто-то понимает, это два футболиста. Один из них, ну, всю жизнь провел в одном клубе, который является, то есть, ты попадаешь сразу в классную искусственную среду созданную, где ты, в принципе, течешь по течению, то есть, у тебя не получается, за тебя работают партнеры. Например, мы сейчас начнем с экрана вырисовать картину, я поставлю автограф, и мы скажем, мы сделали вместе, написали картину, какие мы молодцы, а когда, предположим, нужно самому делать, да, и доказывать в разных клубах с разными людьми, и человек это доказывает, что он лучше на протяжении стольких лет, это уровень, когда ты в разных условиях с разными людьми доказываешь, что ты номер один, это прям наоборот. Я как спортсмена прекрасно понимаю. Я так понимаю, спасибо, я так понимаю, что тут нет шаблона, и каждая победа, каждый соперник очень индивидуально. То есть, тут много факторов влияет. И, конечно, я понимаю, что кроме недюжинной силы нужен настрой. То есть, как ты хорошо говоришь, мне нравится, как ты говоришь, что нужно чувствовать внутри себя, что ты чемпион, иначе ты чемпионом не станешь. Как говорит наш давний друг психолог Альберт, все нужно верить, и все получится. Все получится. Друзья мои, еще вопрос? Вы сказали, что 20-ти кратный чемпион мира, там, все две из медалей, 75, 75, да? Что заставляет продолжать год за годом участвовать, да, в соревнованиях, учитывая, что это очень много времени дать на тренировке, там, шесть дней, и много часов, что выставляет, ну, и ты много чем жертвуешь, что выставляет год за годом продолжать, и 20-ти успехов. Да, спасибо. Ну, в любом случае, спорт, это та же жизнь, которую хочется прожить достойно, которую я проживаю достойно. Знаете, хочется что-то оставить, какой-то след, чтобы не только да, мои дети, да, то есть, мои родственники, там, друзья, гордились мной, чтобы быть, ну, скажем так, насколько это возможно, я понимаю прекрасно, да, то есть, примером для подрастающей молодежи, то есть, я не знаю, сколько я сотен школ посетил во всей области, то есть, и Береза, там, и Каменец, там, даже сейчас я не вспомню, да, где бы это выезжали, то есть, сколько и, там, и в Бресте, соответственно, всегда, вот, показываю свои примеры, я, то есть, родился, и живу в Матакала, то есть, ну, фактически сейчас, агрогородок, это, хотя я шучу, раньше было деревенский, сейчас агрогородок уже, да, парень, на самом деле, все просто, есть условия, может быть, ультрасовременные спортивные комплексы, самый лучший тренер в мире, ну, дело не хочу, но ты не сможешь отобиться, можно тренироваться, да, как мы называли, качалка, в которой не было отопление, минусовая температура зимой, вот такой слой иния, и льда на стенах и окнах, потому что, когда там, мы рыли, когда работы проводили, теплотрассу прорывали, приходили в шапках, приходили в трех кофтах, я не знаю, еще четырех, в куртках, там, в перчатках занимались, потому что, когда ты хочешь, ты, конечно же, прошел, действительно, сквозь огонь, воду и лед, в моем случае, а движет, хочется себя проверить, насколько хватит, потому что каждый, я каждый раз говорю, что на самом 24-й год, у меня в этом году еще ни одной медали, представь, у меня ни одной медали, хотя, кстати, про медали, да, хочу сказать, здесь всего лишь 50 медалей из Чемпионата Европы Мира, Кубка Мира, одну треть я оставил дома, потому что они просто не поместились бы, и только три кубка взял, там, у меня около 10 тоже дома осталось, поэтому, не хотелось занимать половину зала, поэтому вот это вот самые мои красивые, любимые и дорогие медали, поэтому я думаю, что потом можно будет сфотографироваться, также пообщаться, то есть, вообще без проблем. Виктор, ты сказал, здесь 50 медалей, я думаю, что ты немного ошибся, на самом деле, здесь 51, объясню, дело в том, что у нас, наш замечательный ремесленник, Ирина, подойди, пожалуйста, она подготовила тебе 51-ю медаль Чемпиона Мира, из натурального материала, воска, открой, надеюсь, тебе понравится, там, правда, штуфка нету, мы бы тебе его одели, но, да, конечно, доставай. Так, ребята, беру свои слова обратно, в этом году у меня уже есть медаль, и она художественная, сделана из натурального пчелиного воска, можно все уговнять? Спасибо, спасибо, ну что, ну теперь с такой медалью мне никаких выборов, чтобы завоевывать только золото, это медаль уникальная, такого у никого нету, только у тебя. Друзья мои, еще вопрос, вот я вижу у нас в зале наш общий друг, Юра, Юра, пожалуйста, вопрос. Виктор, скажи, пожалуйста, ну, мы уже тут на дружу, мне всегда была интересна мысль о том, что ты станешь чемпионом, когда тебе пришло? Ну, здесь, не буду врать, не помню уже, прямо настолько, что я там уже планировал быть чемпионом мира, но, когда начал выступать на соревнованиях, значит, аппетит приходит во время еды, в 16 лет я выиграл кубок на республике Беловой среди взрослых спортсменов, и мне тогда предложили, у нас проводится чемпионат мира, может, поедешь, попробуешь, вот у меня, когда я стал третьим, то есть бронзовой медаль, я уже тогда тоже знал, что все, это уже вызов брошен, то есть, мне нужно было держать этот ответ, удар, и в следующем году это уже первая золотая медаль, то есть, Пельминство мира, когда завоевал, и потом я уже понял, что все будет хорошо. То есть, это было у тебя неизвестно, на каком-то этапе тебе предложили, и у тебя уже возникло желание, и все, поехали. когда увидели ребята, что я начинаю выигрывать у старшеклассников, вы понимаете, что когда тебе 14 лет, а кому-то 18 лет. Тебе увидели задатки и предложили, и ты согласился, и это полстарт. Друзья мои, еще вопрос, кто готов? Пожалуйста. Я, Виктор, уже задавалась сегодня вопросом, ответил на мой, да, про 75 медали, да. Вы рассказали про самую выстраданную медаль, такую, которая тяжело вам далась, а хотелось бы вот именно на обратных, таких теплых, какая вот самая теплая, самая теплая, здесь этой медали нет, у нас получается, сейчас, секундочку, мы, сейчас просто вспомню, 2006 год нас пригласили на всероссийский селесткий игр, так как я, агрогородочный, да, то есть, живу и в сельской местности, и ездили, получается, в Ижевск, в Дмуртию, я единственный, кстати, из белорусов, кто тогда там зарывал медаль, просто я уже месяц не тренировался, почечку над Европой предложили, я думаю, ну, нужно за страну выступить, в любом случае, конечно же, престижно, зарывал второе место, серебро, это по всем виду спорта оказалась наша единственная медаль, и вы знаете, у нас тогда очень много встреч было с белорусской диаспорой, я тогда познакомился и с, когда был жив, калашников, то есть, мы были в музее, нам столько караваев надалили, три, четыре, пять, я даже не могу сказать, а самое интересное, за каждую команду за сборную с Украиной своей за нами закрепили женщин, которые работали в детском саду, вот представьте, мы сидим в одном автобусе со сборной Украины, а вот эти женщины спрашивают, а вы что сами, а кто с вами играет, это все даже вырвалось, вы представляете, у нас такая тоже вот опека это была, такое вот теплое чувство, я всегда вас тут, знаешь, как меня спрашивают, какие сайномания, все там думают, там Канада, Бразилия, все ерунда, вы знаете, где-то свое близкое, когда ты понимаешь, что не только это какие-то там финансовые моменты, но чисто человеческое общение, когда ты понимаешь, что действительно человек тебя встречает во рту, либо с тобой проводит время, когда у тебя приехал, болело горло, то есть мне не потому, что там нужно было, все мы теряли столько времени, вот эта теплота, она чувствуется, она неподкупная, то есть можно выйти, знаете, вот сейчас там что-то там, бубубу, как часто бывает, что люди говорят, ну ты понимаешь, они говорят о том, что просто нужно говорить, это их работа, кто-то этим живет, это очень чувствуется, и действительно, это так не сыграешь, и поэтому вот именно вот эта поездка, вот прям вот действительно, я всегда ставлю пример, вот когда спрашивают, самое теплое, вот я всегда вспоминаю вот именно эту поездку, когда не только, знаете, медали, там все организация была, именно само человеческое общение, это очень важно, потому что если, ну, какие-то ставят цели материальные, это все хорошо, ты добьешься, то есть у тебя будет машина, там, квартира, все, что-то еще, но в первую очередь нужно оставаться человеком, как я говорил, быть примером, все мы совершаем ошибки, это однозначно, но не каждый может это признать, и сделать выводы, поэтому в любом случае, я всегда за человечность, то есть за теплоту, действительно, вот за настоящую, вот именно, чтобы все было настоящим. Спасибо, еще вопрос? Вопрос. Продолжение следует...